Здравствуйте, я Настром 871. Сегодня я хотел бы выполнить тестирование комплексного антивирусного решения Комода Интернет Секьюрити Премиум. Версия 12.2.2.80.12. Финал. По состоянию на 30 марта 2021 года. Тестирование выполняется в операционной среде Windows 10 64 бита профессиональная. Аппаратная часть тестовой машины процессор FX8350, 16 гигабайт оперативной память, 120 гигабайт SSD. Перед установкой антивирусного решения территория компьютера проверяется дополнительными сканерами на предмет наличия каких-либо опасных элементов до фактического проведения теста. Зимана антимолва. Каких-либо опасных объектов на территории компьютера не обнаруживает. Hitman Pro. Следов заражения системы не обнаружено. Молва и байтс антимолва. Версия корпоративная. Выполнялось быстрое сканирование. Опасные элементы на территории компьютера обнаружены не были. Приступаю к установке антивируса. Выполняется обновление антивирусной базы, после чего будет выполнено сканирование. Требуется выполнить рестарт системы, что я и делаю. После рестарта еще раз выполняю обновление баз. Все компоненты актуальны. Приступаю к настройке продукта. Выполнена настройка, в настоящее время используется проактивный режим. В данный момент оповещения антивируса не показываются, объекты направляются в карантин. Эта опция используется на момент распаковки загруженных объектов. Включены полные базы, продукт обновлен. Приступаю к загрузке с удаленного ресурса тестовых подготовленных архивов со зловредными элементами. Первый архив общий накопительный по категориям. Загрузка. Объекты сохраняются в директорию загрузки. Также запускаю объект первый накопительный с энкодерами. Загрузка. И второй накопительный с энкодерами, который ведется с января 2020 года. Все элементы загружены. Приступаю к распаковке. Первый большой накопительный архив с различными зловредными элементами. Извлекаю. Ввожу пароль. Появляются уведомления о обнаружении опасных элементов антивирусом. Обнаруженные объекты помещаются на карантин. Количество элементов увеличивается. Распаковка завершена. Продолжается обнаружение опасных элементов. Второй архив на распаковку первой накопительной с энкодерами. Извлекаю. Ввожу пароль. Завершается распаковка. Обнаружение опасных элементов продолжается. И последний архив на распаковку. Второй архив с энкодерами. Извлекаю. Ввожу пароль. Все архивы распакованы. Удаляю архивы, загруженные в директорию. Выполняю пользовательскую проверку распакованных директорий. При помощи антивируса. Начинается обнаружение опасных элементов. Данная процедура займет некоторое время. Завершается сканирование. Было обнаружено 18 849 опасных элементов. Требуется выполнить действие. Завершается процедура удаления. Выполняю еще одно контрольное сканирование. Удаляю объекты, которые расположены в карантине в данный момент. Вновь начинается обнаружение опасных элементов. Завершается сканирование. Более каких-либо опасных элементов в данных директориях антивирус не обнаруживает. Проверяем количество элементов внутри директорий. Энкодеры. Второй накопительный архив. Блок A. На остатке 69 элементов. Блок B. На остатке 83 объекта. И включается антивирусная защита реального времени. Начинается обнаружение и удаление опасных элементов. Первый накопительный архив с энкодерами. Блок A. На остатке 395 объектов. Блок B. На остатке 268 элементов. Общий накопительный архив с различными зловредными объектами. Бэкдо. 40 объектов. Батскрипты. 33 из 43. Ботнет. 1 элемент. Крипт. 54 элемента. Дроппер. Объектов нет. Молва. На остатке 1357 объектов. Объекты категории новых, которые не всеми антивирусами определяются как опасные. 22 элемента. Рансом. 1 элемент. Угонщики подложные антивирусы. 7 объектов. Спай агент. Объектов нет. Троян. 15 элементов. Троян крипт. 14 объектов. Вирус. 3 элемента. Черви. 16 объектов. Приступаю к запуску в режиме реального времени оставшихся элементов. Так как количество объектов в директориях достаточно значительное, в некоторых директориях я буду запускать элементы выборочно. Первый объект. Запуск от имени администратора. Предупреждение. Объект требует неограниченный доступ к компьютеру. И объект не опознан. Предлагается по умолчанию выполнить действие запуск в ограниченной среде в контейнере. Соответственно, я и выполняю данный запуск. Далее начинаются дополнительные вопросы по работе приложения. Объект, соответственно, находится в памяти, но работает в ограниченной среде. Последующие объекты будут запускаться по данному же принципу. Насколько это возможно? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Было запущено не очень большое количество объектов, тем не менее работать в системе уже практически невозможно. Объекты продолжают функционировать в ограниченной среде, которую создает для них антивирус. И соответственно количество процессов не уменьшается, а увеличивается. Система уже достаточно серьезно тормозит, поэтому я очищаю контейнер, чтобы попытаться запустить объекты из следующей директории. Иначе работать фактически невозможно. Выполнена очистка контейнера и сразу нагрузка на процессор падает. Продолжение следует... Через некоторое время после открытия второй директории с энкодерами, блок A, все элементы в директории исчезают. Антивирус удаляет эти элементы. Более того, удаляются сами подпадки, а также директории с общими зловредными объектами. Все эти элементы в данный момент находятся в карантине. Почему антивирус сразу не отреагировал на эти файлы и не удалил их в процессе сканирования, я сказать не могу. Тем не менее, все эти элементы сейчас находятся в директории карантина. Таким образом, фактически, в данный момент на территории компьютера в распакованных директориях присутствуют два элемента. Блок B, второй накопительный архив с энкодерами. Таким образом, в настоящее время более запустить элементов не представляется возможным. Равно как и запустить объекты категории BAT скриптов, так как они тоже были удалены в карантин. Проверяю директорию для шифраторов. Архивы доступны и читабельны. Видеообъекты все элементы доступны. Документы доступны. Музыкальные объекты доступны. Изображения доступны и читабельны. Шифрованию не подвергались. Очищаю контейнер от возможно расположенных там элементов. И выполняю проверку системы при помощи антивируса. Выполняется полное сканирование. Завершается сканирование. Был обнаружен один объект в ProgramDate Windows CSRSS EXO. Системный элемент. Подделка системного, по всей видимости. Файл был проигнорирован. Это автоматическое решение. Выполняю рестарт системы, после чего будет выполнена проверка территории компьютера дополнительными сканерами. В ходе рестарта каких-либо дополнительных компонентов, видимо, не запускается. Тем не менее, если посмотреть элементы, поступающие на автозагрузку, у нас появляется компонент Java Update Oracle Corporation, который ранее здесь отсутствовал. Согласно данных комода KiehlSwitch, сейчас в памяти присутствует один неизвестный элемент. Тот самый CSRSS EXO. Что касается директорий для шифраторов. Здесь все объекты целостные и находятся на своих местах. Шифрованию не подвергались. Это касается и документов, и музыкальных элементов, а также изображений. Удаляю директории, в которых находились загруженные элементы. Все объекты легко удаляются, в режиме реального времени никакие файлы из данных директорий не работают. В качестве дополнительного бонуса я загрузил с удаленного ресурса отдельный архив с BAT скриптами. BAT скрипты были удалены вместе с прочими директориями из общей директории расположения. По окончанию тестирования я попробую распаковать данную директорию, просканировать ее антивирусом. И если останутся какие-то элементы, а таковых оставалось 33, мы попробуем некоторые объекты запустить и посмотреть, как на них будет реагировать антивирус, если он не удалит их до того момента. Выполняю сканирование дополнительными сканерами. В процессе сканирования изображение рабочего стола меняется. Я еще не успеваю посмотреть результаты. Здесь появляется уведомление о том, что все важные файлы на всех дисках вашего компьютера были зашифрованы. Каким-то образом объект, который поступал на автозагрузку, все-таки сумел отработать в системе, несмотря на то, что у нас подключены все уведомления и работает проактивный режим. На рабочем столе появляются уведомления, текстовые файлы. Что касается директорий для шифраторов. Архивы частично обработаны шифратором. Видеообъекты также частично поражены. Документы частично поражены. Музыкальные объекты также частично зашифрованы. Изображения подвергались частичному шифрованию. Не все изображения, но большая часть. Эта же директория на диске C. Архивы также частично зашифрованы. Видеообъекты подвергались обработке. Кроме некоторых файлов, документы частично зашифрованы. Музыкальные объекты частично зашифрованы. Изображения также частично зашифрованы. Таким образом в системе отработала программа шифрования, несмотря на все работающие компоненты защиты. Зимана антималва находит один опасный элемент. Программ Дэйт, Виндос, своя директория, подделка системного. ЦС РСС Экзе, Малва Вин32 Зелен. Хитман ПРО также находит запущенный и работающий данный процесс Троян Минт. Малва и Байт с антималва находят 4 опасных элемента. Смотрим результаты по категориям. Файловая директория Рансон Тролльдэш, ЦС РСС Экзе. Процесс в памяти, ключ реестра БЭКДО и ключ реестра Рансон Тролльдэш. Что касается результатов тестирования, то хотелось бы сказать, что антивирус в процессе распаковки и сканирования обнаружил большую часть зловредных элементов, но не окончательно всю. В директориях осталось немаленькое количество объектов, которые якобы были неизвестны антивирусу. В процессе запуска с учетом настройки на проактивную защиту антивирус запрашивал запуск, во-первых, в контейнере, во-вторых, практически все элементы блокировались и находились в контейнере, определялась их зловредность, и объекты из памяти удалялись также из директории. Единственное, что хотелось бы отметить, процесс этот был достаточно медленный и серьезно нагружал память по мере загрузки объектов в контейнер. В итоге, при переходе из первой директории с троянными шифраторами во вторую, происходит удаление еще дополнительных объектов вместе с директориями. Были удалены директории трояна шифраторов, были удалены директории общего накопительного архива с объектами. В итоге, практически запускать более ничего не оставалось. Тем не менее, в процессе запуска один из объектов смог прописать себя на автозагрузку, несмотря на то, что работал в контейнере. И контейнер я очищал неоднократно, в том числе и перед выполнением сканирования. Появлялось уведомление на короткий срок, после рестарта компьютера и после сканирования, когда уже зловредный файл фактически был найден самим же антивирусом, который был внесен в исключение, то есть он не был обработан, антивирус посчитал, что его не требуется удалять, так как он является системным. Предупреждение гласило о том, что защита антивирусная отключена, как самого Windows, так и Commodore. При проверке я обнаружил, что защита работает корректно. Тем не менее, возможно, это являлось дополнительным фактором того, что зловредная программа запустилась и смогла отработать в системе. Фактически, на данный момент зловредных объектов на территории компьютера, кроме просочившегося файла, нет. Коммода антивирус активен и работает. Вот уведомление о временном отключении защиты. Сканирую директорию с бадскриптами, выполняя удаление обнаруженных угроз. В директории 33 элемента, как это было на момент завершения сканирования. Попробую запустить некоторые объекты. В данном случае программа самостоятельно не рекомендует выполнить то или иное действие. Уведомления о запуске в контейнере я не видел. Соответственно, если я нажму на разрешение, приложение запускается, но вот его часть с зеленой рамочкой запускалась, по всей видимости, в контейнере. Объект выполняется в контейнере. После выполнения рестарта и отработки ряда скриптов, система находится в том же состоянии, в котором мы ее наблюдали. Объекты не были удалены, так как компонент работал в контейнере. Иное дело, что эти элементы были частично зашифрованы другой программой. Тем не менее, фактические скрипты нанести вреда компьютеру пользователя не смогли. Даже в том случае, если они не были бы удалены антивирусом и были бы запущены пользователям, а также было бы дано добро на их выполнение. Что касается настроек продукта, то я ориентировался для выполнения данного тестирования на проактивную защиту. Естественно, что продукт позволяет настроить систему еще более тонко и запрещать запуск отдельных компонентов. Такая функция доступна и пользователи могут настроить продукт под свои потребности более детально. В данной ситуации я ориентировался на стандартного массового пользователя с учетом максимальной защиты самого продукта. Та ситуация, которая произошла в данном случае с троянным шифратором, связана по всей видимости с тем, что объект был распознан продуктом как системный и ему не было уделено должного внимания для ликвидации. В процессе рестарта некоторые функции антивируса, возможно, не были запущены своевременно или зловредный объект воспользовался тем, что часть компонентов защиты еще не включились и не успели отработать и, соответственно, смог выполнить определенные действия, которые и привели к данной картине. Обычно антивирус выполняет запросы на поведение каждого элемента, что тоже удивительно, почему таких вопросов не было задано, а фактически зловредный объект отработал без каких-либо предупреждений антивируса. Здесь только одно объяснение. Антивирус просто не видел выполнения этих элементов в памяти. С вами был NoStroma771. Благодарю вас за внимание. До свидания.